Скажи, пожалуйста, вы были здесь, в правом мае? Да. Что вы видели? Ну, мы когда пришли только на Куликово поле, как бы сзади спины ничего не видели, только услышали крики, что бегут ультрас. И была команда всем бежать в здание, потому что как бы они бежали со всех сторон, так говорили, что бегут со всех сторон, и нам деваться просто не было. Ну, здание, это первую очередь, это, наверное, как, ну, так нам показалось, что как бы защита какая-то, оказалось, наоборот. Мы забежали в здание и побежали на крышу, были такие комментарии, что на крыше были провокаторы, там никого не было с красными повязками, там все были люди такие же, какие мы, посторонние или непосторонние, по каким-то другим идеологическим каким-то проблемам и, как бы, мотивам по-своим, но там никого не было из провокаторов. А что ли сделали на крыше? Был свободный доступ на крышу? Ну, потому что как бы здание еще не горело. Когда мы туда забежали, и где-то спустя минут пять, как мы поднялись на крышу, вот тогда начался пожар, то есть мы не видели, как он начался. Вот, это уже потом по сфоткам, по роликам было видно, что они кидали как-то или молотовые, да, они долетали до третьего этажа. Вот, и здание начало гореть. А нам, фактически, мы даже не высовывались, потому что мы у снайперов были везде. Мимо нас летели пули, нормальные пули, настоящие, поэтому нам не было смысла вылазить оттуда. А как вы потом спустились в крышу? Ой, мы, короче, были самые последние, нас около двух часов ночи очень долго уговаривали. Конечно, мы потом поняли, зачем нас уговаривали, оттуда спуститься. И уговаривала непосредственно милиция. В доме профсоюзов было очень много трупов, не 45, как описано. Было более 160 трупов, в подвале было очень много трупов. Они хотели заместить следы, поэтому они нас оттуда просто умоляли, чтобы мы спустились, пугая нас то, что они сейчас уедут, придут правосеки и нас спалят на крыше. Вот, а потом уже до нас дошло, зачем они нас оттуда как бы спускали. Они нас спасали, называется. Мы вас вывезем на автовазе в город и всех отпустим. Обманули, верить вообще никому нельзя. Они нас привезли на Преображенскую. Там мы оказались сепаратисты, бандиты. Мы устроили беспорядки, подожгли здание. Мы, оказывается, вообще тут даже не пострадавшая сторона была. А мы оказались самыми настоящими преступниками. Нас спаяли две статьи до 15 лет. Потом пришли активисты, нас отстояли. Вот. И нас девочек как бы выпустили. А мальчиков уже как бы штурмовали здание, выпустили на следующий день, потому что их хотели вообще в Киев вывезти. А с Киева у нас никто не возвращается. Я не знаю, куда... Я правильно понял, против вас сейчас судебное дело или неправильно? Да. После... Против нас открыли уголовное дело по двум статьям. Вот. До 15 лет. Знаете, у нас был большой шок, когда мы пришли сюда вчера к зданию, что оно вообще открыто для общего доступа. Мы вообще этого не знали. И нам сказали, что уже на второй день можно было заходить в здание. Это ведь место преступления. Почему такое допускают? Вот так вот, ни расследования, ничего не было. Хотя заказчики тут и писали, ну, и простому человеку понятно, кто это все заказал и зачем все это было сделано. Это все верхушки. Все верхушки, которые кормятся еще с более больших верхушек. Скажите, вам поступали угрозы правосектора или других радикальных мероподействий? Когда отпустили, мы пришли домой, и в фейсбуке поступила такая информация, что буквально после того, как нас отпустили, пришел правосектор, и они взяли штурмом РОВД и забрали все списки, кто был задержанный. То есть нам поступили прямые угрозы, что придут домой и с нами расправятся. Поэтому мы прятались, как могли. В данный момент, ну, страшно даже возле милиции проходить, потому что мы там все поменяли свой внешний облик, ходим в очках, на улице фактически не появляемся, потому что мы под преследованием. То есть дела в Травомае расследоваться здесь не будет. Я так понимаю, будет сто процентов. Ну, кого осудить? Турчинова или нашего Гурвиса? За кого судить? Кто их осудит в данный момент? Может, когда-то будет справедливость, но не в данный момент? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok